Помню, что мы остановились, сделав кик. Мы закончили с компрессией. Да, давай послушаем его. То есть, смотри, собственно, мы большую часть работы по итогу сделали за счет гейтирования, за счет подмешивания сэмпла. Ну и вот эту вот меди-дорожку, она нам пригодится. Вот. Сэмплик мы немножечко подгрузили. Но это, опять-таки, на вкус и цвет. Да, и тут такая минимальная обработка. Транзиент шейпер. По сути, обрезка низких частот. Да, и немножечко прибрали бубнижа, гула. Вот. И компрессия. Такая для того, чтобы сделать... Ну, и скомпрессировать, да, немножко прибрать динамический диапазон. Как мы уже обсуждали, для чего это нужно. Да, и чтобы подкрасить, по большому счету. И, собственно говоря, вот этот вот 670, он обладает таким свойством. Он подсушивает. Очень хорошо. Да, вот. Причем тут с компрессией можно при желании поиграться с параллельной обработкой. Да, то есть, типа, не 100% запустить, да, а процентов там 70 или около того. Ну, давай где-то 75, может быть. Плюс-минус. Работаем мы, ну, собственно, не по алгоритму, а по необходимости какой-то. Вот мы хотим что-то сделать и делаем, да. Да, потому что если подходить, ну, алгоритмически к этому всему, то это, конечно, уже не сведение, это, знаешь, такое как-то, ну, сведение, да, но оно такое, как это, ремесленничество получается, да. То есть, в процессе сведения есть какой-то процент творчества в том числе. Вот, как-то так. Поехали дальше. Ну, пока мы не начинаем работать с пространством, ни с каким, да, нам для этого надо иметь хотя бы какое-то количество инструментов. Я обычно делаю кик, бас и снейр для того, чтобы понимать, ну, что я подразумеваю под пространством, прежде всего, да, это 3D. То есть, мы, когда сводим, мы апеллируем не только лево-право, но еще выше-ниже и ближе и дальше, да. И, соответственно, мы слышим это относительно, наш мозг, да, он сравнивает что-то близкое и делает выводы, что что-то далекое. Именно так, да, то есть, если мы будем крутить один инструмент, конечно, там мы сделаем его далеким, но мы не будем понимать, как это, вот, относительно. Вот, поэтому мы, конечно, всегда работаем с относительными какими-то штуками. Ну, и давай сразу перейдем к басу. Передвину кик, чтобы он поближе был к басу. Ну, ничего не поменялось при этом, да. Я просто его переместил, чтобы видеть здесь дорожку. Вот, ну и первое, что мы будем делать с нашим басом, это, конечно, подровняем. Причем в данном случае тоже, ну, поскольку вот это вот одна партия, да, задрайвленный и незадрайвленный. Да, это одно. Да, ну просто там уже какой-то накинут у тебя перегрузик. Кстати, смотри, что интересно. Они прямо в противофазе получились. В реальной такой. Но это может быть и не страшно, на самом деле. Но я к чему это... Кстати, вот такая вот удобная штучка есть. Видишь, что я могу делать? Это я просто масштабирую. Это как ты делаешь? Shift, стрелочка вверх, стрелочка вниз. Прям иногда очень-очень удобно это все высмотреть. Ну, либо можно во вкладочке View найти вот этот вот Performance... Ой, нет, не это. Pick Display Settings. Вот. Ну и тут тоже, собственно, Display Gain можно рулить. Но Hot Game удобнее, конечно. Когда оно все чик, и ты не мышкой, да, а вот. Как-то так. И иногда это прям, ну, надо, да, посмотреть, есть ли там в пустоте какой-то звук, например, да, или чтобы найти какой-то вот транзиентик, там еще что-то. Вот. Так, ну и смотри, что мы сделаем. По-хорошему нам для того, чтобы ровнять бас, нужен только kick и snare. Snare в меньшей степени, но тоже пускай будет. Ну и, собственно, я возьму и скопирую дорожку kick, сюда ее отправлю, при этом сделаю нулевую громкость. Вот в этой дорожке, да. И тоже сделаю какой-нибудь из дорожек с нейро. Так, ну, скорее всего, топ, он будет поведней, да, тут ярче эти самые транзиенты. Так, иди сюда. Да, ну и вот, чтобы оно просто было под рукой, чтобы я, когда рулю вот это вот все, тут можно прямо на дорожке сделать чуть-чуть потише, потому что все-таки бас я постараюсь масштабировать. Вот. Как-то так. Ну и теперь вот эти вот две дороги выделяем. И, собственно, начинаем с того, что, условно говоря, так же, как и с kick'ом. Да, я расставлю по тактам. Для начала. А потом уже в рамках каждого такта по необходимости буду рулить. Ну и смотри, вот тут какой-то у нас у kick'а транзиентик мы пропускаем, да. Вот можно так вот. Желательно, чтобы, опять-таки, фазы более-менее совпадали. Хотя это, ну, не столь супер важно. Так, второй тактик. Офигенно, удобно. Маковская мышка. Но иногда ее почему-то глючит. Так, вот что у нас тут. Ну, тут, видишь, как бы плотненько идет, да, нету такой прям четкой границы. Ну, поэтому сделаю вот так вот. Явно вот это вот начало нотки у нас, видишь, тут нота кончается и тут новая пошла. А вот как ты выбираешь, как поставить? Чуть левее, чуть правее? По каким критериям? По фазе? Да, по сути, да. Ну, то есть, смотри, тут вот у нас нота началась, я ее подставил под эту фазу, да. А тут вот закончилась, ну, пускай она висит здесь. Можно было бы, конечно, сделать, например, как-то вот так. Вот тоже вариант. Но тут, видишь, у нас противофаза пошла. Ну, хотя это, опять-таки, не столь важно, да. То есть, я смотрю, чтобы у нас транзиент не совпадал с началом ноты баса. По большому счету, это основное. Вот. То есть, сначала идет кик, а потом ты хочешь, чтобы начинался бас. Да. Сначала транзиент кика. Вот видишь, бас, насколько у нас раньше начался, да, вот тут вот. Я его должен подвинуть. И я вот смотрю, что, ну, где-то так. Вот тут вот у нас как-то он слабенько начался, да. Соответственно, здесь транзиент у нас пройдет. Как-то так, плюс-минус. Так, здесь, ну, в принципе, можно вообще не трогать, да. То есть, оно тут такое вполне себе. Ну, и повторюсь, если есть возможность, да, лучше, конечно, ставить там, где у нас минимальное количество аудиосигнала. Ну, тут вот как-то можно. И оставить можно, можно и немножечко вот так вот крутануть. Видишь, тут оно по фазе совпало теперь. Но пока я делаю это, опять-таки, по сильным долям, да. Возможно, что и не понадобится рулить внутри долей. Внутри тактов. Ну, или, по крайней мере, не сильно. Вот так же, как мы с ударкой, да. Послушали, да, вроде и нормально. Там какие-то пару моментиков были, ну, подправили, да. И то, которое прям на слух только идут, такие прям кривоватые. Но там тоже, по-моему, даже мы только один момент, да, покрутили. И я его подправил, а ты говоришь, да, вроде и нормально. Да. Ну, тут тоже такое, знаешь, вкусовщина. Но вот даже если мы просто выставим по сильным долям, да, оно у нас уже будет, ну, работать поинтереснее. Видишь, вот где нота начинается только. Вот это вот, да. Там прям, как правило, есть какие-то минимальные такие перехлёстики, да. И они другого цвета. То есть переходные моменты, вот транзиент сам. Ну, и давай как-нибудь вот так вот, например. То есть всё равно мы потом будем слушать, да, если там потом по итогу нам не понравится, да, ну, почему нет, можно взять и допилить всегда. Точка-то уже стоит. Я себе, кстати, настроил вот этот вот стрейч-маркер, да, по дефолту он, по-моему, CTRL-W, а буквочка Q это удалить этот стрейч-маркер. Я их себе поставил просто на W. И получается у меня под рукой поставить и удалить. Рядышком. Ну, и опять-таки не самое весёлое, но с другой стороны, по большому счёту, вот такие вот прям самые нудные работы, да, это вот эти вот две. Ну, и ещё, конечно, тюн вокала. Ну, и опять-таки периодически приходится равнять и клавишные инструменты, и гитары, если там совсем нехорошо. Но никуда от этого... Я равняния плохо умею. Я всегда плохо попадал там в начало ноты. Это делая такое практики. Нужно набить руку. Я всегда боялся эти маркеры делать, что я что-то там сейчас запарю, что-то там сломаю. А нет, ты знаешь, они очень даже и многое прощают. То есть, ну, чтобы это действительно прям слышно было, как оно работает, да, то это надо, ну, не знаю, очень много тянуть. Там такое прям жесть какую-то переравнивать. Так, вот видишь, тут уже оно... Ну, мы же тоже хвостик этот немножко меняем, да, они же не остаются, эти ноты. Можно было сначала просто поставить все точки, да, и потом уже их равнять. Но это как бы двойная работа. И тут по сильным долям, ну, вряд ли кто-то может сыграть так криво, чтобы потом у нас не срослось там в каком-то из тактов. Это будет все-таки очевидно. Есть такой клевый чувак, он, кстати, тоже в Риппере работает, Джон Оллин. Он вот прям тоже прикольно очень рассказывает. доступно, и вот, ну, я от него этого понабрался, да, что как бы все логично. То есть, исходя из этого, мы должны прежде всего мыслить, да, что нету никакой там, знаешь, магии, каких-то секретных волшебных кнопок, там, супер-плагинов, да, то есть все то, что мы хотим делать, то мы и делаем, ни больше, ни меньше, да, то есть для этого нам надо понимать, что мы делаем. Да, просто главное понимать, потому что, конечно, когда сдаешь свой трек в этим крутое, студия, там, это мастеринг, шмастеринг, и они там делают какой-то свой волшебный шахалай-махалай, а потом получаешь от них, и видишь, что стало гораздо лучше волшебным образом. Ну, ты начинаешь думать, ну, понятно, у них там это профессиональное оборудование, там, профессиональное. Я тебе хочу сказать, я работал, ну, какое-то время с железом даже, да, ну, да, железо прям, ну, другое немножко, круто, да, но зная, как звучит железо, я могу вполне себе нарулить этот звук с помощью современных плагинов, потому что все-таки даже гитарные перегрузы сейчас клевые появились, цифровые. Вот прям до этого дошло, и я сам в студии пишу, у меня есть даже оборудование какое-то для записи, но я зачастую просто не парюсь, потому что нет смысла. Они, блин, реально круто звучат. Ну, вот. Единственное, что настоящий перегруз, у него нет задержки. Ну, и у современных этих тоже они твоей картой, сколько карта дает, вот оно прям столько же, ну, как ты голос пишешь, например, или акустическую гитару, нормально просчитывают, без проблем, очень даже. Ну, то есть задержка вот там такая же у меня, да, как и при записи вокала, там порядка 12 миллисекунд. Ага, понятно. Да, это совсем-совсем немного. 12 миллисекунд мы не слышим. Соответственно, я там извращался, то есть включаю гитару в один вход, а потом через инсерт ее разветвляю и включаю ее в гитарный процессор, а из гитарного процессора в другой вход и пишу одновременно сырой сигнал и не сырой. Или там одновременно сырой сигнал и еще и от комбика перегруз. Ну, это прикольно, да. Ну, да, назад. Я где больше скажу, я поступаю так же. Я всегда пишу, если какую-то, с какой-то обработкой гитару, с живым комиком там еще как-то, в любом случае пишу линейный. На всякий случай. Потому что, ну, что-то пойдет не так, да, что-то не понравится в перегруженном сигнале, линейка всегда выручит. Ее можно перереампить, ну, условно говоря, отправить куда угодно, да, с аут-выхода. И сделать с ней хоть на живом приборе, хоть какой-нибудь эмуляции перегрузить как захочешь. Ну, и там, нарулить звук такой, как нужен. Ну, да, по идее, это вообще можно одним сырым сигналом обойтись и все. Без комиков, без ничего. Потом ДСП наверно вернуть все эмуляторы и все. Ну, то есть линейку записываешь, а потом закидываешь как хочешь. Причем, ну, может быть, слышал, есть такие приборы под названием Риамбоксы. Да. Это что-то для синхронизации выходного напряжения с аудиокарточки, выхода линейного, и входов там этих самых. Да, есть дебоксы, так называемые, а это наоборот. Ну, кстати, иди-бокс можно использовать. Но, опять-таки, скажу тебе, это чистой воды маркетинг. Я лет семь последних пользуюсь, я просто спаял себе шнурок, в котором, ну, джек-джек, да, с одной стороны, в котором просто стоит 10 килоум сопротивление, и все. И все прекрасно работает. Вот. Просто согласование сопротивления. Ничего больше. Причем, ну, обычно это согласовывать там с помощью трансформаторов, здесь просто с помощью обычного резистора. Ну, то есть, приблизительно понятно, что я делаю, да? То есть, я их так выставляю, чтобы они пропускали вот какую-то пару виточков кика, атаку самому. И при этом были с ним в фазе. Ну, это уже, оно где-то будет в фазе, в любом случае, где-то будет не в фазе, да? Тут так не подловишь, чтобы оно прям везде было в фазе. Поэтому это в меньшей степени. А у баса нам нужно как раз-таки скорее вот то, что там потом идет, а не в начале. Ну, да, стараюсь где-то попасть, но опционально. Здесь можем даже чуть-чуть обратно. Ну, пускай так. То есть, вот это фиолетовое, это уже атака, получается, баса. Ну, да, вот это вот какой-то или скрип струны, или какой-то вот подъездик, да, что-что-то такое. А вот уже нота пошла. То есть, если мы видим, что, видишь, оно такое зазубренное все на чистом басовом сигнале, да, вот это вот сам транзиент. Или какой-то переходной момент. А ноты, они, видишь, такие более гладенькие. Причем это будет касаться, ну, практически любых инструментов, кроме, ну, в гитарах там все будет такое, потому что там много обертонов очень, да, и, соответственно, оно в любом случае будет такое. Жужжалки все эти. Так, отлично, мы справились. Так, эти две пока не удаляем, пускай будут, они все равно звук не издают. Давай послушаем. Так, и давай приблизительно включим и снейр. На послушку. Видишь, оно прямо уже само приседает немножко, чейнит. Да, я слышу, что гораздо кик, гораздо более какой-то мощный стал. И кик, и бас такой вот, даже за счет этого он такой сразу провязает. Так, вот тут у нас... Это слэпом. Ду-ду-ду-ду, это слэпом сыграно. Это специально так, оно должно выделяться. Вот этот вот синенький. Сорвал струну. А я бы не убирал. Оно добавляет натуральность. Можно. Потому что он слэпом переходил на слэп, поэтому... Но это... Скорее вот про эту говорю, послушай. Так. Вот видишь, это синяя. Он в конце ноты ее как-то сорвал. То есть, скинул. Вот это вот останется, пам, именно, да? Я бы не убирал. Знаешь, мне оно нравится. То есть, я понимаю, о чем это. Да. Такие вот, оно добавляет. Совершенно с тобой согласен. Какие-то вот такие вот грязюка, да, несуразицы. Они даже прикольные могут быть. Да, это же живой бас. Ну вот по-хорошему, да, тут еще можно было присмотреться к вот этим вот, да, и их порулить. Потому что, видишь, тут сильно запаздывает. Тут вот тоже. Но тут уже вкусовщина, да, и если там реально кривизна. Но он в грубе, этот бас, находится, да, вполне себе. Ну и более того, не будем на это просто тратить время. Вот. Это и так как бы не самый быстрый процесс, да. Окей, поехали дальше. Баса у нас два. Прикольно. А чем грузил? Комбик. Это его комбик. Басовый. Фендер там какой-то. Но я так, естественно, не на всю катушку. Я просто подмешивал какую-то часть этого дисторшена к основному сигналу. То есть, я его чуть-чуть подмешивал. отлично. Но на самом деле вот этот бас мы можем даже рассматривать в плане микса, да, он же нам не для низа нужен, а именно вот для этой вот грязюки, да. Да, да, да. по итогу мы можем его просто отправить к... прибрать ему вот сейчас прям, да. Нам же не нужно от него, повторюсь, низ, да. Нам нужно от него жужжалочка вот это вот. И, наверное, ее можно сделать такой большой, широкой, да, то есть, не узкой посерединке, а такой. Вот. И вполне себе и отправить это куда-нибудь к гармоническим инструментам остальным. Ну, то есть, можно рассматривать это не так, да, но общий смысл тот, что функция у этого баса не басовая, да. И проще его будет рассматривать, да. Не здесь он будет за счет компрессии вмешиваться в работу всей ударки, да, он же по громкости будет добавлять. Соответственно, компрессия будет работать по-другому. Поэтому предлагаю, мы его сейчас отравняли вместе с этим басом, то есть, у нас ровный, и давай его просто переместим и будем рассматривать функционально, а не по названию. Или в гитару его можем закинуть, да. Ну, или давай все-таки в мелодик инструменты и пусть пока посидим. А, кстати, может действительно в гитару, он же все-таки такой гитарный окрашенный. Можно, можно. То есть, и так, и так, да. Это уже не настолько оно влияет. Вопрос еще в том, что гитары мы будем рассматривать стереофонически по большому счету, да, а эта штука все-таки у нас должна оставаться в середине. Вот это вот надо понимать, да, потому что все-таки он очень близок к басу, да, если что, он может перетянуть просто басовую составляющую налево или направо, нам это не надо. Да, у нас бас все-таки в середине. То есть, да, можно так, можно так, как угодно. Я просто все, что непонятное, да, я скидываю в мелодик инструменты, да, то есть, то, что как бы над чем надо подумать, может быть, как-то фишки какие-то туда присобачить, да, еще что-то, потому что с гитарами более-менее понятно, что делать, да, они какую-то свою функцию выполняют, а вот там какие-нибудь клавишки, еще что-то, ну, в принципе, тоже, как бы, да, короче, как тебе удобно, да, можно туда, можно туда, можно даже оставить в драм-секции, но в драм-секции он не очень логичен, этот инструмент будет, да, вот, потому что функция не та, драм-секция, она для того, чтобы качать, двигать, вот, поэтому лучше избавиться. Так, отлично, условно говоря, считаем, что потюнили, это убираем нафиг, ну, вот эти вот штуки, да, которые я брал исключительно для того, чтобы... А, по сути, кик почти не понадобился, не кик, а снэр, снэр. Да, да, это если бы мы между долями там рулили что-то, то он бы, скорее всего, понадобился, да, а так, не особо. Так, погнали дальше. Чем мы можем воспользоваться. Бас записан в комбик, а даже если бы он был записан просто в линейку, да, то тоже ничего страшного. Есть всякие басовые эмуляторы, есть прикольные. Например, от компании Overload, Mark 2, он называется. У меня его, по-моему, нету сейчас. Да, у меня его нету, но и бог с ним. В принципе, я научился работать без него, потому что басовый сигнал, он сам по себе хорош. Ему даже не надо эта эмуляция какого-нибудь кабинета, там еще такое, да, но он просто сигнал сам в себе. Чем он плох? Отлично, да? то есть проводим с ним какую-то такую стандартную работу в плане того, что так, давайте уберем, не уберем, уберем. Если что, потом скопируем заново. Они могут нам понадобиться просто дорожки или эти, или подобные им для того, чтобы потом рулить, может быть, там, гитары, например, или что-нибудь еще, да? Вот, но если что понадобится, мы лучше сделаем, чем я люблю, когда у меня рабочее пространство, оно логично, да, то есть ничего не мешает лишнего. Вот, как-то так. Эквализация. Ну, это то, с чего мы всегда можем начать для того, чтобы убрать лишнее. И, конечно же, нам, ну, вот смотри, у меня даже я открываю этот, да, он у меня по дефолту уже с полосочкой настроенный. Вот. Причем, если бы я открывал его здесь, он бы у меня открылся, как обычно. Ой. Ой-ой. Не, этот вообще, тут какой-то тоже пресет подгрузился. Не знаю, кто его создавал. Но, тем не менее, смотри, если мы очень удобно закидываем вот сюда, вот, плагин, да, вот в этот, FX-Chain, он его берет таким, как мы его туда отправили. То есть, я, например, беру сюда плагин какой-то, ставлю Saturn, да, FabFilter Saturn 2. Вот, для того, чтобы мне его отправить, согранить, как FX-Chain, я должен здесь вот открыть этот FX. Только здесь почему-то оно работает. плагин. Так, ну, вот он, собственно, у меня, да, он открылся, и я его должен вот тут вот правой кнопкой кликнуть, FX-Chain, Save Select FX-Chain, причем, если я здесь что-то поменяю, да, вот, например, на Broken Tube отправлю на какой-то минимальный Broken, вот так вот, он у меня будет таким открываться, когда я его сохраню. FX-Chain, Save Selected, бла-бла, и он мне предлагает, и я здесь пишу Saturn. Соответственно, он сохранил, чик, чик, и сейчас при, если я буду здесь открывать FX-Chain, да, и вот он у меня Saturn, вот он сохранится с теми настройками, которые я там закидывал. Это прям удобно, да, то есть это какой-то не надо сохранять как здесь, как что-то как дефолт, да, они вот уже будут. Прям здорово, удобно, и более того, если я сохраняю это как общий пресет рипера, да, эти все настройки сохраняются. Это очень круто. То есть я периодически синхронизирую свой там, ноут, и вот это вот, да, и как бы чик, синхронизировал, все, и у меня уже и там, и там, вот эти вот все штуки работают одинаково. А где они сохраняются, как что? Отдельные файлики. А, ты просто файлики эти синхронизируешь. Ну, то есть, смотри, я это сделал, да, а потом я могу зайти в options, так, preference, и тут есть general, да, экспорт конфигурэйшн. А, все, понял, все понятно. Потом, соответственно, импорт конфигурэйшн, да, то есть, я всегда храню, мало ли, система там слетает, еще что-то, да, все, экспорт конфигурэйшн, бабах, все работает, можно перенести на другой компьютер, прям прекрасно. Вот, соответственно, все менюшки, которые ты делаешь, сам себе, хоткей, оно все переносится. Как-то так, это здорово. Так, нам здесь пока Saturn не нужен, работаем с этим. Ну, смотри, понятно, что мы сабик обрезаем, да, нам это не надо. Давай засолируем. Смотри, что мы здесь видим. Это, на самом деле, особенность довольно многих инструментов по анализации. Вот у нас основной тон. да, видишь, нижний. А вот эти вот, это обертона. Да? Да. И что мы видим? Что обертона у нас периодически, прям даже, и вытаскиваются громче, чем основной тон. есть такая фигня, особенно если что-то записано в микрофон. Особенно это будет касаться голосов, всего, всего, всего. Почему? Потому что, ну, как правило, мы работаем в помещениях относительно небольших, 15-20 квадратов, да, иногда меньше, иногда больше. И они все подчеркивают средние частоты. У них у всех резонансные частоты, там, от 250, может быть, до 400, да, если совсем небольшая комнатушка. Соответственно, по громкости эта штука возрастает. И мы имеем какой-то вот такой вот звук, немножечко гнусавый. и, соответственно, загруженный именно в тех частотах, где содержатся все ноты. Да, поэтому смело можем, ну, какую-то вот усредненную группу, да, посмотреть, где у нас эти обертона там чалятся. Чуть повыше, наверное. Ну, можем сразу немножечко скомпенсировать громкость, да, потому что мы же потеряли здесь в серединке. Видишь, какой гнусавый был? Да. И мы его обчистили, он сразу рычать стал. Да, вот просто потому, что мы немножечко отрезали лишнее. Жестить не стоит. Можно даже попробовать сделать не совсем так, а очень даже сделать это динамикой. Тоже будет работать прикольно. Динамикой можно чуть-чуть поглубже рубануть. Тоже работает. Прикольно. А как лучше? Динамикой или нет? Как нравится. Вот повторюсь, нету лучше, нету хуже, есть нравится, не нравится, есть уместно, неуместно. А вот в данном случае? В данном случае скорее всего динамикой, потому что оно все-таки какие-то вот щелчки оставляет, быстрые моменты, а потом уже вот эту длинную ноту оно как бы и притушает. То есть мы не теряем читаемость, хотя там особо читаемости нету. Ну вот мне чисто если послушать, нравится вот такой вот вариант. Хотя опять-таки не скажу, что это лучше. Давай с киком послушаем. Ну и давай создадим еще одну полосу здесь же, только сделаем ее вот так вот приблизительно и будем их переключать, например. Так, эту отключим пока. Работает вполне нормально. Отключаем. Включаем эту. Но видишь, вот все-таки компрессия частотная она дает еще и такое, он сразу немножко ожил. Он такой как бы более подвижный что ли по игре. Тот такой монотонный, а это такой за счет того, что прогибания эти идут, причем они же по ноткам, ну в смысле ритмические идут, это тоже создает дополнительный какой-то вот эффект. Вот. Давай опять соло. ну смотри, в некоторых стилях могло бы немножечко подбешивать вот этот чик-чик, да, хрустик. Ну, если бы это поп-музыка какая-то была такая совсем уже, да, то тоже можем как-то это все дело попытаться найти. Давай отключим пока. ну, вот это вот можно условно сказать. Да, вот такой вот. здесь не смущает, но просто вот чтобы понимать и знать, как это работает, да, я выделил, сделал луп, ну и мы видим какую-то четкую частоту, где она явно выделяется. Вот, либо здесь, либо здесь, поищем. Но, звук очень широкий частотно, то есть тут много всего, но по крайней мере попробовать мы можем. вот, оно и там, и там щелкает, но какую-то из этих частот мы можем тоже подрезать, причем именно динамически, чтобы оно немножечко отрубало. Ну, давай лупим. и без нее послушаем. Ну, в общем, кое-как оно работает, но вот такой вот звук, его, конечно, если надо прямо избавляться, избавляться, да, то это просто лучше автоматизации громкости. прям по дорожке все отслушиваешь и их убираешь, да, такой монотонный труд, но только так это будет работать все-таки. Автоматикой можно это сделать, но мы потеряем и часть нормального, хорошего звука. Вот. Так, больше в этом басу меня ничего не смущает. Он натуральный, он играет, у него все более-менее нормально. Дальше уже мы можем сделать что? он немножко скучный, плоский, да, то есть у него нету вот такой вот, то есть я бы его подсатурировал, либо мы можем сначала его хорошенечко компресснуть, потому что вот они любят компрессию. Басы очень любят компрессию, их на концертах вообще жесточайше давят, и в студийке тоже можно. Причем тут варианта два, ну не два, а как бы вариантов-то много. Как и на вокале, на басах обычно используют два компрессора, быстрый и медленный, потому что бас это, как правило, длинные нотки, где медленная компрессия будет очень кстати, да, но тут в зависимости от того, хочешь ты сохранить вот эти вот традиеты, которые здесь есть или не хочешь, их можно использовать в разной последовательности. То есть, если не хочешь, то можно сначала медленный компрессор врубить. Вот это хороший вопрос, но я, например, пока слабо представляю себе, как эти варианты отличаются, то есть, транзиенты баса, ну короче, я даже не знаю, как оно будет звучать без них. Нет, они не уберутся, они просто будут более очевидны. Ну давай, нам никто же не запретит два компрессора поставить, а потом поменять их. между собой, да? Да, это очень интересно поэкспериментировать, потому что... Да. Давай начнем с медленного. LA, естественно. Ну, если тебе надо что-то медленное, то, конечно, лучше LA-2A ничего не придумано. Ну, может, придумано, да, но LA-2A это классическая классика, которая работает и звучит. И тут даже сложно что-то сказать против этого. Ну и тут можно душить прям до десятки и выше. Забыл, здесь гейн как-то по-другому работает? Вот это... здесь гейн это громкость выходная. Здесь работает. Мама, почему-то слева это меня сбило. ну это LA-2A. Ну, блин, вот так его придумали его создатели. Да, это вообще нелогично, не очевидно и так далее. видишь, как он уплотнил. Слышно тебя это минимально? Разница минимальная, но плотника добавилось. Приключи еще раз, чтобы я внимательно послушал. Ну. Включаю. Да, слышу. Но чуть-чуть. Ну, он чуть-чуть и слышен на самом деле, да? Вот опять-таки в чем его крутость, да? Он все-таки динамический диапазон меняет, а компрессии не особо слышно, да? То есть, она не такая суперявная. Но это потому, что он медленный на самом деле, да? То есть, он очень четко будет реагировать и, ну, на самом деле, может быть опасен он, да? Когда у нас партии с большими дырками. Он будет первый удар всегда делать громче и только потом он начинает работать. То есть, вот это вот. То есть, он первый так хорошо прокачал, да? Остальные уже подсаживают. А вот. Ну, и давай мы его не на 100%, да? А где-то на 75% пускай будет. Поставим немножечко родного звука. И тут нам очень важно, чтобы у нас входящий уровень громкости и выходящий был одинаковый. Чтобы мы могли их менять местами, эти компрессоры, да? при этом не было перехлестов по громкости, чтобы они работали более-менее точно. Вот. И, конечно же, я вот использую вот эту связку всегда. LA и 670. То есть, они меня устраивают оба. Есть еще классический, мы тоже смотрели, 1176. Ну, не знаю. Вот этот вот гораздо интереснее, гораздо прикольнее работает, чем 76. вот, поэтому не пользуюсь 76. Есть еще куча всяких компрессоров, тоже можно экспериментировать, искать что-то свое, почему бы и нет. И современных, и олдовых очень известен 550 IPI, по-моему, он называется, тоже клевый. Короче, много всякого, да? И, причем, ну, тоже классического. Я не знаю, я что-то пришел вот к этим двум, и последние года полтора, наверное, я и другие не использую. То есть, меня не устраивают, они делают то, что я от них прошу, все, чего еще хотите. Настраиваем. Тоже так, не стесняясь. тоже опять-таки настроили приблизительно громкость до выходную. Не накачивает, не проседает, вроде бы как. Ну, и тоже давай процентики приберем. Вот он уже такой, на грани перекомпрессионного звучит, да? Ну, это неплохо, это бас, он такой и должен быть. То есть, он вот все-таки, ну, фишка в чем? он низкочастотный инструмент и он очень-очень дает сильный РМС высокий. Да, потому что низкие частоты, они берут много цифровой громкости на себя. Соответственно, там ее надо душить побольше. Вот. И потом в последующем миксе, как правило, этого никто и не заметит. Бас инструмент функциональный, он качает, он работает. Поэтому можно себе позволить вот немножечко такое прям дичи с одной стороны, что ли. Ну и в пачке слушаем. И попробуем переставить их. Звук поменялся. Вот так повеселей. Да, это вот транзиент, да? Да. вот слэповая часть здесь транзиенты важны. Оно и в принципе веселей. Видишь, такой поддушенный совсем, да? А первый 670-й, он немножко все-таки ожил. Вот в миксе так и вообще это слышно. Предлагаю так и оставить. а дальше это мы сделали какую-то техническую такую часть работы над басом, да? Мы его сжали, мы его подчистили, теперь уже можем его как-то украшать. Сатурация, а даже не совсем сатурация, да, я предпочитаю каким-нибудь аналоговым прибором его еще подработать, да? Какой-нибудь штука под названием Channel Strip, ну вот такое вот, да? Просто прогнать его через что-то живое дополнительно. И для этих целей я обычно использую вот такую штуку. Вот. Это просто куски разных консолей. Input на разных консолях, условно говоря. А, у Webza тоже есть такое похожее. Да, 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 да. Вот их несколько тут штук есть. Устанем. Давай, пока в чистом виде. Ну, это же такой перебор, да. Но я предпочитаю сделать сразу такое, прям, чтобы был слышен характер, потом можно немножко прибрать. Или не прибирать. видишь, и все немножко разные. Да. Да, и можем послушать прям тоже вот теперь в пачке. вот этот какой прикольный. Мне тоже понравилось. Он просто еще и погромче. Да, прикольный, да? Причем реально пустит низ такой хрустящий, да? И его даже не хочется прям даже и прибирать. Он прям вот как надо. В принципе, на этом можем и остановиться. То есть басовую функцию выполняет, звучит интересно, круто, прикольно. Потом еще какие-то обработки, конечно, будут пространственные, да? Ну и, конечно же, басик мы должны засайдчейнить. Я обычно сайдчейн делаю на шине All Bass. Ну мало ли, что мы сюда какую параллельку захотим для него вдруг придумать, да? Или там GG какое-то, да? Пускай оно сразу будет здесь. Вот. Ну и с сайдчейном давай поговорим чуть-чуть побольше. Это такая прям прикольная штука. что для нас в данном случае должно послужить источником сайдчейна. Это, конечно же, кик. Причем, смотри, если этот кик, он такой неравномерный, да, живой, да, то кик-сэмпл у нас одинаковый. И для баса это, конечно же, будет лучше. Поэтому смело, ну, или через роутинг, да, или поскольку они у нас здесь близко, можем просто взять и потянуть. Чик, соответственно, это у нас пойдет на шину, ну, 3-4, например. Это виртуальные посылы. Все. Чем здесь пользуемся? Любым абсолютно компрессором. Очень удобно, когда он поддерживает сайчейн, если он не поддерживает сайчейн, сам по себе компрессор, да, то можно тоже нарулить, чтобы там у нас менялся срешилд, но это неудобно. Вот. Поэтому берем да, что тут? Reacomp. Да. Reacomp и легко настраиваем, да, соответственно, что нам надо здесь задать? Main input? Нет, нам надо AUX input, да, то есть тот самый 3-4. Понятно, так и есть. Ratio какой-нибудь для подобной штуки стоит в районе там пятерочки, шестерочки поставить, ну или четверочки. Но больше, конечно, мы будем работать с решилдом. Нам важно, чтобы оно работало. Причем эти два параметра, они по сути, если не заморачиваться, компенсируют друг друга. То есть степень сжатия, но ratio не должно быть очень большое все-таки, чтобы оно не совсем плоским делало, а вот какой-то все-таки был у нас уголочек там, да, вот. Все, и оно работает. Можем побольше, да, будет совсем очевидно работать. Но это уже такой, начинается дакинг-эффект у нас, да, дакинг, когда бас из-за бочки как бы вылазит такой, вау, вау. Поэтому можем подработать с релизом, да, чтобы он побыстрее отпускал, коротенький был. ну и оно работает. Оно просто работает. то есть работает четко и безотказно. я бы рекомендовал тебе все-таки не реакомп, да, а если фаб-фильтр есть, то С2. там просто это происходит гораздо-гораздо нагляднее. Да, вот собственно то же самое. У нас здесь вкладочка сайдчейн есть, да, врубаем на внешний сайдчейн. Так, ну, колено, понятно, можно сразу сделать жестким. Здесь нам не надо эта мягкость, хотя опять-таки может быть, но это надо слушать. И все, и погнали. Видишь, и оно прям очень доступно. Но только автогейн надо убирать. Вот я не люблю в этой штуке, что по дефолту врублен автогейн. Он совершенно не неадекватно работает почему-то. Ну и вообще все автогейны во всех компрессорах работают неадекватно. То есть ты не получишь входной и выходной громкости одинаковые. Лучше все-таки это сделать руками. Мы видим, как оно работает. Понятно, что релиза у нас дофига. Атаки можно немножко подкинуть, чтобы мы все-таки пиночек более четко слышали. Да, и вот с помощью этого мы можем тоже настраивать. Ну, тут просто оно нагляднее. Работают они одинаково абсолютно. Хотя здесь есть вариант еще попробовать разные режимы работы. все-таки он эмулирует тоже каким-то своим хитрым образом. Этот будет по-другому работать. Видишь, даже не восстанавливает до конца. А опто вообще будет кстати опто прикольно. Но только его конечно всегда стоит может быть не на сто процентов подмешивать. вот очень прикольно. Он выполняет во-первых свою функцию, во-вторых он дополнительно накачивает такой компрессор. Не всегда это надо на самом деле. Иногда хочется, чтобы такое происходило, но очень легко и незаметно. И в этом плане тоже есть решение. Причем решение такое в других доах может быть даже невозможное. А все благодаря тому, что Reaper нам дает возможность работать очень круто с внутренним роутингом, с внутренними сайдчейнами и всяким таким. Смотри, что мы можем сделать. Мы можем взять например ProQ3 сделать ему полочку низких частот, покрутить гейн. И система запоминает, что мы делаем. Вместо того, чтобы душить полностью громкость, мы будем душить только эти частоты. Оно будет работать очень мягко и фактически незаметно. И идем в параметры. Это ручка гейн у нас в памяти. Параметры и здесь есть такая штука параметр modulation midi link. Окей, у нас возникла вот такая вот табличечка. Ну и что мы видим? Мы можем сделать сайдчейн с этой штукой. Сайдчейн пока ну собственно будем обсуждать вот эти вот штуки мы особо обсуждать не будем. То есть можем подсадить эту штуку на какие-то миди события от каких-то там источников. Можно использовать миди-дорожку использовать, да? Да, можно использовать миди-дорожку для управления. Или даже может быть не миди-дорожку, а какой-то реальный миди-внешний прибор. Переключать, да? То есть какой-то контроллер. Просто сидит человек и какую-то педальку там нажимает, когда что-то хочет поменять. Да, именно так. Так, только у нас здесь почему-то оно пришло какое-то состояние. А, ну ладно, это нас не интересует. Так, возвращаемся сюда. Так, есть еще вариант LFO-шечку сделать. Синхронизировать с темпом, сделать ее синусовую, квадратную, там, какую угодно, да? Ну, обычная LFO-шка. То есть на любое событие мы можем посадить LFO-шку. Но, опять-таки, повторюсь, не то, чтобы прям суперудобно это здесь рулилось, честно говоря. То есть можно, да, но лучше воспользоваться чем-нибудь типа там того же ShaperBox. Хотя здесь мы можем любые события, абсолютно, да, любую ручку любого плагина посадить на LFO-шку. И это прям здорово и круто. Иногда может быть. Если какие-то обычные штуки, то, конечно, проще там этим самым. Но тоже для фантазии, для всего остального, причем оно, ну, как и все, что в Ripper встроенные работают очень стабильно и здорово. Единственное, что, ну, вот несколько просто форм есть, да, и все. Вот, но, тем не менее, прикольно, можем работать. И вот тот самый sidechain, да. Во-первых, мы выбираем какую-то нулевую позицию, ну, собственно, нулевая нам и нужна нулевая, и выбираем негатив, естественно, то есть, чтобы оно у нас вниз просаживалось, да, конкретно в этом случае, иногда это может быть по-другому. И track audio channel нам нужен для sidechain 3.4. Логично, да. Все, что у нас еще здесь есть? Атака и релиз. Это не совсем компрессор, но тут есть атака и релиз, но по сути это будет тот самый volume shaper. То есть, мы просто он насколько будет быстро реагировать на понижение и потом на восстановление. Здесь не будет переходных этих моментов, да. Нам надо, чтобы он реагировал быстро. 10 на атаку, ну и может быть там, не знаю, давай 50 на релиз поставим, потом послушаем. Так, ну и у нас он почему-то не хватает. Можем слышно, как работает, да? Очень хорошо слышно. Да, то есть, можем все-таки чуть-чуть релизик покороче поставить. вот так вот. Он функцию свою выполняет, но ощущения компрессии нету, да. У нас остаются высокие частоты от баса, там, и ничего такого не происходит. И сам момент происходит очень быстро. 40 миллисекунд потушили, восстановили. Ну и более того, можем потом в процентах это еще улить. в случае необходимости выключили. Вот. Это вот для ракешника прямо очень часто прикольно, да? Потому что у нас нету этой перекомпрессии, нету этого ощущения такого, когда все пережатое. Тут, ну я думаю, компрессор там включен или он выключен? Нет, компрессор выключен. Это вот работает только эта штуковина. Да, вот. То есть вот как-то как-то так. Вот оно так и работает. Это прикольный способ делать этот сайдчейн. Да, он мягкий, да, вот что в нем круто. Он очень мягкий, он незаметный, легко работает и свою функцию тоже выполняет здорово. в случае чего мы можем сюда влезть, например, сделать помягче, чтобы оно работало. Ну, то есть поднастроить, собственно, что он будет резать. Да, можем опять-таки вот эта штука у нас закрылась. Можем опять-таки покрутить гейн. Параметр а он у нас включен, то есть его надо выбирать здесь. Но вот тут они, конечно, не очень удобно сделали. Так, вот, шел, вот, и он нам показывает параметр, который работает. И так его можно найти в том списке. Вот. Но мне кажется, это прям вот очень здорово. И я часто такой штукой пользуюсь. Не только для этого. Потом будем еще обговаривать, для чего это можно использовать. Очень прям здорово, прикольно. Если давай еще будем смотреть моменты, которые можно, да. Если лень, если хочется быстро, не хочется заморачиваться с настройками, есть у нас всегда штучка под названием Trackspacer. Это гениальный плагин, он сайчейновый. Мы вроде его смотрели, но так, скользь, без... Что он делает? Он получает по сайчейну сигнал, и эти частоты он детектирует и вырезает их из дорожки, на которой работает. Давай послушаем. Вот. я сейчас включу такой, посильнее его включил, да, то есть чуть ли не на 100%, давай на полтос включим. Более того, здесь у нас, смотри, вот на этой кнопочке есть дополнительные параметры. Во-первых, мы можем панорамировать эту штуку либо по LR, либо по Midside. В нашем случае, конечно же, это Midside и в сторону мида, да, то есть мы моно, с моно работаем по сути. И есть атака и релиз. Видишь, он начал делать ducking по сути, да, немножко другой, но по сути это ducking. Вот, если длинный релиз выставляем. Вот, но здесь нам конечно же надо такой релиз небольшенький. тоже прикольно и быстро. Он придуман не для этого, то есть он по сути работает с частотами. Для частотного сайдчейна. Да, для такого частотного сайдчейна. Но он работает и в данном случае, да, конечно же, почему бы и нет. Вот, как-то так. Ну, то есть, по сути, мы сделали наверное очень похоже на то, как работает эквалайзер, да, и срезает просто низ. Но здесь мы срезаем все частоты кика. Поэтому оно может быть немножко более как-то так заметно. но все равно вполне ну, то есть основную функцию мы так или иначе выполнили. Вот я его уберу и у нас оно сразу разваливается все, да. Кик начинает торчать над басом, а так они работают как единое целое. Ну, собственно, для чего и нужен сайдчейн, да, чтобы у нас не было этого прироста по громкости такого глобального, когда кик звучит. Да, бас он длинную ноту дает, а кик звучит он суммируется с басом, все это звучит очень громко, а если сделать кик тише, он будет звучать мутно, да, а здесь прям ну работает. Вот. Вариантов тьма, но это еще даже не все. Есть еще вариант, как это все можно разрулить с помощью миди-дорожки. Мы ее отправляем опять-таки сюда же. Поскольку здесь аудиоинформации нету, можно не заморачиваться с аудио или в целом его отключить. Нам важно миди. и здесь мы можем так проверяем у нас должно быть до второй октавы. Ну или не обязательно второй, любое до. Вот. Мы отправили этот сигнал сюда и есть приборчик у нас под названием Transient Shaper. Ой, вру Shaperbox мне нужен. Попутал. Без попутал. Shaperbox. Так, а этот мы удалим. Вот. И смотри, выбираем громкость, выбираем MIDI Trigger On. Ну и собственно вот настройки если посмотреть, да, он и говорит MIDI Switch Not the load waves into MIDI Trigger. Only Not See Will Trigger Elf 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 И погнали. Да, слышь? Чего? Нет, он сильно жестко, да, но всегда мы можем во-первых покрутить mix, а во-вторых настроить вот эту штуку. А захотим наоборот сделаем вот так вот как-то тут плюс в том что мы реально можем задать огибающую с помощью которой он будет нам рулить это все да можем вот так вот можем сделать короче эту нотку там половинчатую то есть тут мы не не просто ориентируемся на звук который мы слышим который дает нам компрессор там или это мы можем вот саму форму вот этой вот огибающей рулить как нам надо и это прям очень здорово но есть минусы потому что если например у нас есть где-то в кике разрыв он здесь перестанет работать и он вот после вот этой вот половинки вот здесь он бы сбросил после половинки громкость баса ну то есть был бы какой-то дополнительный щелчок там что-то такое да поэтому его очень часто приходится автоматизировать отслушивать полностью автоматизировать все работают так этот работает так но я очень люблю часто иногда вот такой вариант потому что ну реально можно вот прям характер баса нарулить вот именно по этим входящим сигналом да ну точнее по началу ноты так как я захочу ну и работает он по совсем другим критериям да то есть он полностью убирает громкость там или на какой-то процент не компрессируя и это просто вот как работает не знаю как-то фейдер громкости то есть тут каждый сам решает как ему это клёво интересно и здорово даже глаза разбегаются это нужно чтобы понять да не ну на самом деле способ это всего лишь три эти компрессорный причем он ну как бы он может быть прикольный но он всегда очень слышно как работает он создает вот этот вот перри перекомпрессионный сигнал такой да и такой не не всем нравится с полного способ эквалайзерный когда мы частоты режем до или с помощью просто эквалайзера не низкие частоты до или что-то очень похожее с помощью там трекспейсера в принципе происходит но поскольку кик низкочастотный он и будет отрезать низкие частоты тоже такое ну и вот такой вот цифровой до чисто за счет лвошки вот не более того мы на самом деле можем смотри какую интересную штуку сделать такое чтобы она может быть еще прикольнее работала в какой-то степени вот начало работы этих но но так которые у нас запрограммирована на прям взять и чуть-чуть передвинуть на заранее чтобы вот это вот огибающая включалась чуть чуть раньше на какие-то миллисекунды но опять таки я включил обычную логику да а если мы немножечко если она у нас начнет работать уже вот здесь вот да не на вот этой вот штуки да а уже вот прям вот здесь работает ну и конечно разница между этим и тем да она прям очень четко ощущается вот это бас собственно пока оставляем его таким пока нам не очевидно что там по характеру надо добавлять там еще что-то пока мы его сделали просто ну хорошо звучащим по сути и вот этот сайчейн ему тоже привинтили какой оставляем сайчейн мне нравился от эквалайзера но и вот последние от шейпера который мягкий тоже неплохо ну давай от шейпера ставим